Витабрейн. Смотрите, здесь каждый продукт, в принципе, он говорит за себя. Витабрейн – это головной мозг, это мышление. И уже всем понятно, да? И удивительно, витабрейн убирает боль. Если у вас есть болевой синдром, у вас что-то болит по ночам, если вы сейчас получаете какую-то химиотерапию или ещё что-то, да, он обезболивает. Я понимаю, как он работает, потому что он работает именно на нервную систему. Витабрейн работает на нервную систему. У нас потому что нервная система, она полностью, даже болевой синдром. Вы заметили, что есть люди, у них повышен болевой порог, а есть люди, у которых не повышен болевой порог. И обычно повышенный болевой порог именно у людей, которые гиперстейники, да, говорят. И именно вот витабрейн, если его принимать правильно, он может даже обезболивать. Это проверено на моей маме. У моей мамы сильно болели ноги. Знаете, что делала моя мама? Мама моя, анестезиолог, реаниматолог, которая проработала в онкобольнице много лет. И она что делала? Она обезболивалась никетаналом, никетанал не помогал. Ей больше всего помогал ибупрофен. Вот обычный ибупрофен. И моя мама каждый день пила ибупрофен, чтобы у неё не болели ноги. Я не могла на это смотреть, потому что ибупрофен, он может вызвать сыроз печени. Ибупрофен может вызывать проблемы с печенью серьёзные. И я не знала, что делать, и вот как раз витабрейн появился. И я маме сказала, мам, давай так, мы убираем твой ибупрофен, ты начинаешь пить витабрейн, когда тогда ещё не было клеточного питания. Мама начала пить витабрейн, и боли у неё уходили. То есть одна капсула, она мне вот так и говорит, я пью капсулу, разжёвываю. Через 15 минут проходит боль в суставах. Поэтому вообще вот я считаю, что это прямо аптечка. И витабрейн идеально, учитывая, что есть предминструальный синдром у девочек, именно подросткового возраста, именно ювенильного возраста, они пьют ибупрофен, они пьют кетонал, они пьют вот эти препараты. Если у вас ребёнок страдает ПМС, вашему ребёнку нужен витабрейн, и вашему ребёнку нужен найт. Вот так. Идеально, просто. И вы увидите, что вашему ребёнку это сильно помогло. Любые болевые синдромы – это найт. Это найт. Приступы кашля – найт. А приступы кашля – найт можно даже в течение дня два раза в день принимать. Когда есть приступы кашля, постоянно першит в горле, он очень хорошо помогает в этом плане. Даже днём, не обязательно его ночью принимать. И он может не вызывать сон. Он именно успокаивает нервную систему, потому что кашель – это тоже нервная система. Тики. Тики, да, вот разные бывают, что. Проблемы с лицевым нервом, седалищным нервом – это витабрейн. И витабрейн – это, конечно, геронтологи бы его вообще носили на руках, потому что это антиэйдж, это против старения головного мозга. Это хорошая память, это внимательность, это фокусировка, это всё, что касается именно мышления и когнитивного мышления, быстрота мышления, скорости. Витабрейн – прям мозг. И если у вас есть родители, которые вы видите, что они… Вот у меня есть знакомая, у неё родители, мама, не узнаёт её сейчас. С ней очень серьёзные проблемы с мамой. Это говорит о том, что наследственно может то же самое быть у этой девочки. То есть этой девочке нужен витабрейн 100%, чтобы она не закончила свою жизнь, как её мама. То есть вот это Альцгеймера, это, вы поняли, да, память. Я, в принципе, постаралась объяснить.